Сурмы не играют, потому что, ну, есть понимание, что это только начало. Понимаете, психотип нашего президента, он таков, что, ну, как говорят, первым от звона колоколов глохнется звонарь. Так вот, понимаете, вот он давно настолько привык, что он вот такой вот, такой вот великий, как его вот народ любит. Вы же понимаете, что они уже третью каденцию, когда они вообще не считают бюллетени. То есть им неважно, как народ проголосует, у них заранее уже готова цифра. И если перед этим хотя бы старались, хотя бы совмещали, как бы вот, вот общую цифру, которую называют, совмещали с регионами, чтобы совпадало там, то, по-моему, последние минимум два раза, в общем-то, этим они уже даже не заморачивались. Естественно, мужчина привык к тому, что то, что он говорит, то и происходит. И он сейчас искренне удивлён, почему вот на этот раз, на этот раз не получилось. И он до сих пор не может поверить то, что вот народу наконец-то надоело. А понимаете, вот для нас, например, для нас был очень серьёзный аргумент, и они давно его использовали, они его реально уже лет 10 откатывают. Вот даже в 10-м году, если вы помните, тоже народ выходил протестовать против как раз Мухляжана на выборах, да. Но тогда, да, да, тогда очень жёстко разогнали, и тогда всех кандидатов в президенты их просто посадили. Но их посадили, опять же, понимаете, в общем-то, заранее сами власти всё спланировали, заранее не только в центре города, в его администрации, а, собственно, и в районных администрациях, везде между окнами были вставлены уже фанерки. В нашей тюрьме, которая, КГБ, которая называется в народе «Американка», заранее привезли доски, заранее напилили щитов для того, чтобы постелить на пол, потому что они знали, что будет большой приток отдыхающих в эту «Американку». То есть всё это заранее было спланировано, но для всего остального мира это было преподнесено, что это типа мы предотвратили, мы спасли Беларусь, понимаете. Вот мы встречались тогда с командиром милицейской бригады через сутки после этих событий. Ну, понимаете, Беларусь маленькая, и все мы выросли, собственно говоря, в одной деревне. То есть его друг – это мой друг, вместе с другом поехали к нему, он выпил бутылку водки полную. Глаза были стеклянные, но он расслабиться не мог абсолютно. Я не знаю, вот такое впечатление, что человек в каком-то абсолютно трансовом состоянии. Всё, что он был способен сказать, это железным голосом «Мы отстояли, Беларусь!». А на вопрос «От кого?», ну, они же понимают, они же догадываются о том, что, понимаете, можно мозг обмануть, но не обманешь душу, но душа-то чувствует, что что-то здесь не так, понимаете. И вот тогда вот происходит вот от этой несимметрии, вот такие вот вещи и начинаются. Но они давно, они ещё тогда начали отрабатывать вот эту версию, что если не будете любить меня, не будете терпеть Сашу, то придёт Вова, Путин. И вы знаете, этот аргумент оказался, в принципе, достаточно действенным. Им удалось через Министерство иностранных дел во главе с Макеем, он постарался, им удалось это довести до Европы. Вот, например, когда было дело Белого легиона, когда пересажали наших ребят, мы собирали, как бы попросили через Еврокомиссию собрать послов, представителей посольств. Все собрались, они абсолютно с пониманием, они видели и понимали, что дело абсолютно надуманное. Первое, кто начал работать против, это немцы. Вот внутри, в кулуарах, они начали рассказывать, что типа, не надо, не надо. Мы всё понимаем, как бы, да, они не виноваты, но не надо. Вот давайте, вы же понимаете, что если Лукашенко сковырнут, то вот сюда придёт Россия, и всё будет плохо. Я вспоминаю, когда в 2014 году у вас начались события, то, например, Меркель, она так в узком кругу комментировала так, что, ну, там что-то русские опять между собой делят. То есть для них, для них вот на тот момент, как бы, для немцев мы были все, видимо, русскими. Видимо, вот сейчас, вот за последние уже пять лет, вот когда война пошла, когда вот начались уже жёсткие такие противостояния, всё-таки, видимо, и у них в мозгу начало что-то переключаться. Сейчас они уже, видимо, догадываются туда, что это всё-таки независимые страны. Но немцы именно вот из желания якобы сохранить Беларусь готовы были сохранять вот Лукашенко. Насчёт организованности и неорганизованности я с вами согласен, да, здесь как бы новые алгоритмы, новые люди. С одной стороны, это можно приветствовать, потому что, понимаете, давно вот та оппозиция, которая у нас сложилась, она давно уже стала частью этой системы. Пускай как бы на меня не обижаются, они, по-своему, мужественные люди, они там постоянно то-то по тюрьмам, то Статкевич тут же после выборов 10-го года отсидел пять лет или из шести своих. Павел Северинец, вот он опять же постоянно там по тюрьмам, всё. Но, поймите, они просчитанные. То есть алгоритмы их действия, они властями давно просчитанные, и они их вполне устраивают. Вот если, например, нужно вот выпустить пар в свисток, то приглашают, собственно, Пашу Северинца. Он как бы, он сразу, когда приходит, когда появляется масса нового народа, он приходит, во-первых, сразу отсекаются жёстко те, кто, типа, не говорит на мове, ещё что-то, в общем-то, они сразу отсекаются, остаётся там, в общем-то, минимальное количество готовых вот с Пашей по городу ходить и постоянно кричать «Живи Беларусь!». То есть вот мы его в узком кругу называем «экскурсовод по кругу». То есть ребята 20 лет они водили вот одно и то же. Я слышал версию такую, что чуть ли не немцы специально просчитывали и искали как бы так отойти, чтобы от националистической оппозиции, чтобы сделать именно вот таких вот нейтральных людей, которые как бы способны собрать большее количество людей. И в принципе это им, возможно, удалось. Все остальные игры вы, ну, вы же сами видите. Значит, по нашей информации, опять-таки, то же самое управление КГБ, которое вот в 17-м году готовило дело Белого легиона, оно же якобы сейчас собрало по слухам всё оружие, которое было там неучтённое, собрало вместе, рядышком положило хорогу Белого легиона, которая у нас пропала, парадная хорога при арестах в 17-м году, она пропала без оформления, без протоколов. Вот они её положили на это оружие замечательно и сказали, что типа мы вот готовы, типа вот найдены террористы, которые вот, ну, то есть других в стране нету, понимаете, приходится вот один и тот же скелет второй раз доставать из шкафа. На что им сверху как бы ответили, нет, ребята, типа это всё хорошо, но сейчас нам нужны те, которые топят за Россию. То есть нам сейчас нужно врага обозначить, который топит за Россию. И начался поиск. Им нужно было сделать, они, ну, вот с арестом, собственно говоря, вагнеровцев, они это и показали, да, что якобы вот, видите, вот злые люди приехали из России, и мы вот вынуждены защищаться. Ну, поэтому ничего удивительного, они постоянно пытались, закидывали мысль, что Тихановский, что Бабарыка, что это ставленники Кремля, и что это Россия пытается вот так вот навредить, разрушить нашу стабильность, забрать нашего уровня родного. Ну, поймите, она случайный человек вообще. Здесь как бы это самое, бедная женщина попала в игру, в которую она, ну, это не её крест, что называется. То есть она на себя взвалила чужой крест, и ей очень тяжело, это понятно. Вы же поймите, что белорусская карательная машина, она очень жестокая. Она просто зарегистрировалась, когда арестовали его, когда его посадили. То есть она как бы, ну, вот, ну, здесь прямо вот, вот, можно сказать, целые и романы, драма, вот, вот, всё в одном, в одной пьесе, скажем так, но она, видимо, вот из понимания своего мужа, из того, она видела, куда он шёл, и она просто продолжила его дело. То есть она, да, она взвалила на себя этот крест и понесла, понимаете. Она не была готова, но вопрос, опять же, здесь вот вы говорите, что на сегодняшний момент, что она компромиссная для силовиков, нет. Они хитрые просто, они хитрые и продуманные, они же её выбросили. Они не стали её ни убивать, ни в тюрьму сажать, для того, чтобы не делать из неё именно символ сопротивления, для того, чтобы из неё не делать вот эту иконку, на которую все будут молиться. Они просто договорились по линии МИДа с Литвой, и КГБ её вывозило, и они это особо не прячут. То есть они её привезли туда, выбросили её и пригрозили, сказали, что будешь шуметь, то твоему мужу капец, и детей твоих найдём тоже. Так что это не называется компромиссно, это жёстко, это следование одной и той же линии. Не подтверждается эта информация, как бы несколько раз уже был этот вброс о том, что колонны едут, колонны едут, но никуда они не доехали в итоге. И даже была уже версия о том, что они едут на самом деле просто восстанавливать границу между Россией и Белоруссией, даже такое. Потому что все трезвомыслящие люди понимают, что на сегодняшний момент России повесить себе на шею ещё пять Крымов для ихнего бюджета, это будет сильнейший удар. И плюс, если ещё из-за Белоруссии введут ещё очередные санкции, то для России это будет... Не готова она к этому сейчас. Наверное, эта фотография обошла всех, и все видели, когда ребята во время демонстрации много народа, чтобы видеть, что там творится, они встали на лавочку, они при этом сняли свои штиблетики, поставили рядом с лавочкой. Абсолютно... По сути, Белоруссия — это европейская нация, реально, понимаете? И это не то, что это вот сейчас сложилось. Я вспоминаю 96-й год, 96-й год, когда были подписаны эти Лукашенко и союзные договора, ещё с Ельциным. Ельцин тогда, оказывается, ему пообещал, что Лукашенко станет преемником. Ну и Лукашенко решил, что... Ельцин же не уточнял, что он ещё 20 человек им это же предложил. Ну вот он с радостью тогда подписал этот союзный договор в надежде, что он станет вот на трон российским. В Минске тогда были реальные демонстрации, по 50 тысяч народу выходило, протестовало против этих договоров с Россией. И в 96-м году, я вот вспоминаю, был такой ключевой момент, как раз чернобыльский шлях был очередной, у нас каждый год проводился к дате Чернобыля. Тогда было много народа, и было достаточно жёстко, было несколько милицейских кордонов, как бы толпа пробила, там перевернула машины, всё. Но в конце, как бы это самое, тогда ещё был Зенон Позняк, старый лидер оппозиции, вот он повёл народ к Дворцу спорта, где они собирались выступить и на этом митинг закрыть. А молодёжь как бы посчитала, что это не очень такое интересное окончание, и молодёжь пошла пробивать этот самый милицейский кордон очередной, как бы в другую сторону. И вот здесь мне на всю жизнь запомнился вот такой факт. Тогда как раз приехали ребята с Украины, у них, оказывается, была концепция, что пускай огонь войны горит в Абхазии, в Приднестровье, в Минске, а бы не в Украине. А и у нас тогда уже была достаточно жёсткая стычка, потому что они приехали, они заявили, сейчас мы типа наварим напалма и закидаем ваших ментов. На что мы достаточно жёстко ответили, ребят, мы не видели, чтобы вы в Киеве это делали, поэтому вот когда у себя это будет, тогда... Мы прогнозировали, что Александр Егорович – это не Янукович, мы понимали, что он не убежит, мы понимали, как бы так, мы имели информацию, что он не верит Путину, поэтому все свои деньги, которые он это вот случайно накалядовал за все эти годы, как бы это самое, он вкладывает куда угодно в Арабские Эмираты, в Китай, куда угодно, но только не в Россию, поэтому туда он не собирается, бежать ему по сути некуда. И мы понимали, что это будет вариант примерно как Мадура на сегодняшний день в Венесуэле. К сожалению, этот вариант связан, опять-таки, со снижением уровня жизни всего народа. Там же, если помните, это самое... Приближённым войскам, если дают туалетную бумагу, то это считается чуть ли не государственной наградой. Вот Александр Егорович уже заявил, сейчас же идут демонстрации, как бы идут, начались страйки с тачки. То есть заводы останавливаются, предприятия останавливаются, но он заявил мне всё равно. То есть я всё равно никуда не уйду, ни на какой стол переговоров ни с кем не сяду. Поэтому, ну... Народу не остаётся выбора, собственно говоря. А силовики? Силовики поделены, по разным ведомствам по-разному. Протест может пойти, да, на спад, но в моём понимании уже искра заброшена, и уже очень много людей реально понимают о том, что такой тотальной фальсификации никто не ожидал. То есть, понимаете, если ещё 5 лет назад, и 10 лет назад, как бы так, большинство как бы так интеллигентных, интересующихся людей, тех, кто в политике, тех, кто следит, они понимали, что это сплошная подтасовка, что никто эти бюллетени не считает. А основная масса народу, она как бы сохраняла нейтралитет, потому что, ну, как бы был такой, понимаете, социальный договор. То есть в обмен на вот эту чарку-шкварку, там, этой поездки в Египет, там, социальное жильё кредитное, то есть народ терпел, народ как бы занимался своими делами, не обращал особого внимания, что там, ну, ладно, там, это избрали, ну, и хай себе, не мешает, и ладно. То сейчас вот втянуто очень много людей, которые вот поняли, соприкоснулись, а тем более вот этот неадекват, который сейчас творится, когда их арестовывают, их лупят так, что извините, что люди выходят, они просто вот, вот они как, ну, вот просто как будто их выбили из этой матрицы вообще. Они смотрят на всё за положенными глазами, они боятся даже сходить, снять побои, потому что, ну, а вдруг назад заберут. Вот у него теперь этот страх, там, понимаете, там такая куча людей, теперь нужно вот посттравматику лечить, что это просто катастрофа. Есть же и убитые, есть это самое заполненные тюрьмы, и куча людей в военном госпитале. Те, кто прошёл, не дай бог, вот Минскую тюрьму на Окрестино, так называемую улицу, на Окрестино, они все покалечены, это будет несколько тысяч, как минимум. У нас вышел парнишка, который это самый одноклассник нашего, нашего друга, вот он встретился, тот вот просто вот пустыми глазами смотрит, он запухан, он боится всего, любого звука, всего, и рассказывает, что вот с ним в камере сидел парень, он назвал так, говорит, что парню реально ногу оторвали, говорит, так избивали, но оторвали, что она, говорит, висела просто вот на коже, и всё. То есть такое зверство неадекватное, они, видимо, рассчитывали, ну, примерно, как у вас на Майдане, вы же тоже проходили это, они рассчитывали, что когда начнут стрелять, народ будет гибнуть, все, наоборот, разбегутся и попрячутся, а народу стало ещё больше, да. Вот примерно у нас такая же ситуация, но у вас были лидеры, а у нас лидеров на сегодняшний момент нет. Мы попали в состав России в 1795 году, это раздел Речи Посполитой. Я для себя примерно, кстати, понимаю, вот так вот и оценивал, что Речь Посполитая для нас на тот момент это как таможенный союз сейчас. То есть тогда нам пришлось как бы стать поляками спиной к спине, потому что их 300 лет немцы доставали, нас доставали 300 лет с Востока. Россия реально ни с кем больше не воевала, чем с нами. Немецкий еврей Карл Маркс и тот до него дошло, вот он называл о том, что борьба за объединение русских земель шла между Вильней, Вильней и Москвой. То есть он понимал, что Вильня это славянский город, он понимал, что это центр объединения славянских земель. Понимаете? Это вот то, что Москва потом полностью искоренила, полностью вырезала. Тверь, Новгород, это четвертый восточнославянский язык, наиболее близкий вот к нашему пониманию, к белорусскому, к украинскому. Но Россия же его вырезала, она его уничтожила. У Твери был герб погоня, такой же, как у нас. Но Иван Грозный тогда, полностью вырезав население, полностью заменил, привез новое население, герб старый убрали тоже. Сейчас какая-то там-то странная табуретка такая. То есть, понимаете, это целенаправленно, последовательно давно. И Россия очень не хочет для того, чтобы проснулась вот этот извечный второй центр притяжения. Я был немножко затронул вопрос, как бы вот в 1795-м мы попали в Россию. Смотрите, сразу восстание мощнейшей, это девушки Костюшки. Следующее поколение, 831-е. Между этим, кстати, очень важно отметить в 1812-й год Наполеон. Половина наших с Наполеоном и ушло назад во Францию. Говорят, что Наполеон и умирал, собственно, в окружении наших литвинов. То, что половина белорусов воевала на стороне России, половина на стороне Наполеона, это безусловно. Смотрите, потом 831-е, следующее восстание, 863-е. То есть, постоянно, постоянно, каждое поколение поднимало восстание. Потом, смотрите, начало этой революции с 1905-го года. Кто убил российского царя? Игнатий Игоревичский. Белорус из-под Минска. Но почему-то русским проще сказать, что он поляк, тогда это как-то так больше укладывается в голову, чем это самое, что это типа вот, вот, нехороший. Да, да. Потом, смотрите, 41-й, 45-й. Для нас же война началась не с Бреста, для нас война началась с оккупации Белостока. Да, да. Но об этом, опять же, все умалчивают, чтобы, в общем-то, белорусы не задавали вопросов, куда делся Белосток. Потом вот, почему про Белосток это самое. У нас там была достаточно большая диаспора, около 300 тысяч белорусов. И они, в том числе, как бы так были среди них люди, которые занимались специальным исследованием этого вопроса, пользуясь тем, что они имеют польский паспорт, они имели доступ и в московские архивы, и в берлинские. И они сопоставили, посчитали. И оказалось, что, извините, примерно 300-350 тысяч белорусов участвовало на советской стороне, ровно столько же на немецкой. Но, понимаете, если у вас этот пласт, то он поднят, и у вас, по крайней мере, он присутствует постоянно в информационном поле, то у нас это было заглушено. Я прогнозирую, с трудом, со скрипом он на какое-то время остается, но мое понимание, что это недолгое время. То есть, либо Чаушеску, либо найдутся это самое внутри силы, это самое среди его силовых структур, которые его сбросят. То есть, я другого варианта не вижу. Слишком много народа уже знает правду, и слишком много народа устало от него. Понимаете? Поэтому, ну, честно, я пытаюсь, ну, не пытаюсь, я есть оптимист. Поэтому я считаю, что если даже вот эта волна и заглохнет, то это ненадолго. Честно. И я очень хочу верить в то, что в ближайшее время Беларусь станет свободной. И я очень хочу верить, что в ближайшее время мы вернемся с вами к обсуждению Белорусско-Украинского союза. Ну, мы открываем сейчас офис помощи нашим беженцам. Мы привлекли несколько юристов, и как бы помогаем ребят, ну, вот кто приезжает, на первое время где-то разместится с жильем, для того, чтобы пока не найдут себе жилье, пока они определятся с работой. Ну, вот, вот мы им помогаем. Сейчас в основном вот едут те, кто попал в тюрьму туда, и вот эти убегают оттуда, потому что они, ну, реально, вот, вот, вот. Ребят настолько поломали, что просто страшно смотреть. Вы знаете, я бы вот искренне призвал поддержать на сегодняшний день белорусов. Ну, украинцы реально братья. Это самый братский народ для белорусов. Понимаете, вот на тот момент, когда мы приезжали на фронт, мы видели, как радовались ваши бойцы, когда они видели белорусские паспорта. Вот эти блокпосты, мужиков, глаза светились, они понимали, что они, блин, не одни тут. Вот сейчас я прошу, вот, пожалуйста, нам нужна такая же помощь, чтобы мы понимали, что мы не одни. Никто особо не готовил, как бы, и до сих пор в этих телеграм-каналах, которые существуют, там нет никакой подготовки на эту тему. Просто постоянно, как бы, шло политическое информирование нормальное. А люди, люди ведь видели, что творилось в Украине. Они понимали, в том числе и мы на всех уровнях доводили о том, что Украина выстояла только благодаря самоорганизации. Путин правильно просчитал разложение элит, Путин правильно просчитал разложение армии, силовых структур, но Путин не учел, что есть народ. Понимаете? Вот это я на каждом шагу повторял в каждом интервью для Белоруссии, то, что вот именно только за счет самоорганизации Украина сохранилась. И мы видели это, это даже вот когда в 17-м году, когда было дело Белого легиона, люди тогда спокойно, абсолютно очень быстро собрали нам адвокатов, у нас много ребят тогда. Белорусский бизнес? Нет, это люди, обычные люди нам собрали 70 тысяч долларов, там буквально вот за, ну, мы тогда уже удивились, люди сформировали, сами сформировали инициативу, наш друг, это самое, наш, наш, сябр, может, слышали такая группа старый Ольса, они, это средневечная музыка, они с волынками ездят, они у вас выступают, вот он абсолютно неожиданно для нас, он выступил с инициативой организовать волонтерское движение, они взяли под опеку семьи, наших ребят, кто сидит, собирали опять же деньги, собирали подарки этим детям, то есть понимаете, вот этот вот опыт 17-го года, но он опять же, он же опять же вырос вот из вашего, из тех событий, которые люди видели, читали в интернете, мы ведь живем в российском телевидении до сих пор, а Европа, ну, собственно говоря, понимаете, если бы вот Лукашенко на самом деле был патриотом этой страны, который, вот он заявляет, типа я создал эту страну, то на сегодняшний день трезвомыслящему человеку давно нужно задуматься о передаче власти, в том числе даже подготовить людей, которым ты, которым ты доверяешь, которым, да, ты сможешь передать, ну, бог с ним, они с тобой там подпишут о том, что вот они сохранят там твое, это наворованное, но сохранят тебе жизнь и не посадят, ну, ладно, это уже побочный эффект, скажем так, главное страну сохранить, но видите, у него вот такие амбиции, я за что искренне обижаюсь на украинцев, два раза собиралась это самое, междеведомственная комиссия, где присутствовали представители всех органов, от МЗС до СБУ. Первый раз в 17-м году, когда вот дело Белого легиона было, тогда их обвинили, что якобы боевиков здесь готовили в Украине, тогда они собрались, естественно, тогда никакого решения не было принято, второй раз вот по нашей инициативе, как бы вот прошлый состав Рады, весной прошлый, как-то так мы их подбухторили, они как-то организовали это дело, мы уже подготовили свои предложения, ничего опять не было принято, ну и потом честно, в общем-то, представитель МЗС честно признался, говорит, ребят, ну что вы хотите, у нас концепции по Украине нет, а вы хотите, чтобы мы имели концепцию по Белоруссии, ну вот, то я за то, чтобы все, что-таки, ну вот наконец-то появилась концепция по Украине, и соответственно, понимаете, вот Белорусско-Украинский союз, независимо от того, что на Европу мы идем вместе, разными шагами, но я за то, чтобы все-таки вот эта концепция, если ее осуществить, как бы разработать, именно разбросать на 8-12 лет, то, извините, через этот период, в общем-то, никто не вспомнит, куда мы шли вместе, то есть мы уже будем, в общем-то, вместе, и будем взаимно прекрасно понимать друг друга. Я для себя сделал вывод, понимаете, мы прекрасно где-то дополняем один другого. Вот у меня, например, айтишный бизнес здесь, в Киеве было, я изначально пользовался, как бы чисто, ну вот, белорусов на удаленке использовал, а потом я потихоньку начал переходить на украинцев, потому что, ну, мне показалось, белорусы уже какие-то надразбешченные стали, но смысл в том, что я вот поработав, я пришел к такому выводу, что как раз украинцы хороши на стартапе, когда нужно, вот когда все горит, когда там нужно, там ночью там работать, там все, там вот этот движ, там, а белорусы хороши, когда уже вот-вот процесс запущен, и нужно его постоянно, ежедневно, белорусы очень способны, кстати, вот к разработке вот именно концепции хорошей и к длительному, последовательному ее исполнению. Вот это то, чего очень не хватает украинцам. Почему я все-таки вот, вот повторюсь, я приверженец Белорусско-Украинского Союза, да.